доброе утро сейчас начало седьмого бежала у меня ночью тесто но ничего страшного вот разложила по формам получилось 10 вот таких вот булочек сейчас накрою полотенцами и все и буду ждать пока подойдут на и можно будет выпекать где побольше где поменьше раскладывала нормально зато нету такого запаха явного дрожжей хорошо она перебродила за ночь выложила яйца на салфеточку промакиваю поставила варить язык уже первую воду слила язык варю так полчаса первая вода кипит полностью все сливаю мою кастрюлю промываю язык и заливаю второй раз этого час второй раз не буду варить час закипания язык будет готов ну что язык практически готов я его посолила добавила лавровый лист черный горошек в смысле перец горошком и душистый горошек все сейчас это буквально и лавровый лист сейчас это буквально 10 минут вместе соли с приправой покипит буду выключать так что я буду делать дальше оставался у меня кабачок цукини с прошлого года здесь где-то полтора кабачка я его порезала вот на такие вот полосочки и буду делать очень вкусные кабачковые палочки первым делом я сейчас посолю это все и оставлю на минут десять потом солью сок который выделится и буду показывать дальше что что я буду делать язык сварился я его поместила холодную воду сейчас он у меня парочку минут полежит и буду его чистить принципе если язык доварен то он будет очищаться без проблем вот она даже уже сейчас видно спляете все и вот пошла шубой кожура сниматься кстати уже даже можно доставать достаточно вымачивать его все отправляю первую порцию ключей духовку так вот они у меня поднялись надо аккуратненько чтобы не сбить ой так страшно первый раз никогда не пользовавшись духовкой все раскалились стены вот видно красные даже поставила чуть больше 190 может быть около 200 потому что деление только из 90 140 190 230 а там больше между ними нету отметок называется погадайся сам сколько там так буду ставить на вторую чтобы не подгорели да буду ставить на вторую высоту на самую нижнюю ставить не буду я думаю что сильно они поднимутся конвектор включила и вверх-вниз все или на 2 на второе деление на вторую высоту и поставила таймер на 50 минут так как 5 булок мы буду проверять в любом случае прошло вот буквально 10 минут вот так вот у них вверх уже начинает запекаться я боюсь чтобы он не сгорел поэтому я намочила пергаментную бумагу только бы не не опали можете еще их рано открываю черт побери это такая некрасивая однобокая так буду сейчас укладывать пергаментную бумагу укрыла так вот аккуратненько вот это вот по моему съехала немножко ладно ничего страшного просто я очень много сюда тесто положила надо было немножко меньше третий день закваски 50 миллилитров воды я добавила сейчас 50 грамм муки сегодня у меня закваска почему-то опала с утра я достала баночку она полностью опустилась и стала какой-то водяной я думаю может это уже какой-то пошел правильный процесс так не переборщить еще 2 грамма все 50 грамм сейчас перемешаю и такая вот она какая-то жиденькая стала я думаю так надо так еще два дня но воняет она уже безобразно в принципе наверное это норма я же уже должны какие-то бактерии вырабатываться которые будут потом хлеб поднимать так прошло 50 минут буду сейчас проверять готовность булок какие-то уж очень сильно подрумяная не получились я думаю наверное уже будут должны быть готовы так ой а это сра и еще что же делать то верх уже горелый наверное только на не сейчас оставлю сейчас проверю следующие дальние все не буду тогда смотреть думать что делать дальше остались в две самые большие булки зря я столько вот накладывала конечно вот они и сырые внутри хорошенько смочила бумагу накрыла поставила так во первых вверх выключила и поставила на нижнее отделение самый самый низ и еще минут 20 боюсь только чтоб совсем верх не сгорел а эти булочки вот перевернула на бочки бабулечка моя так тоже делала все пускай отдыхают все достала эти булочки две большие буквально еще десять минут и они готовы были так что верхней очень сильно сгорел в принципе какой был такой остался вдруг единственная боюсь что наверное низ подгорел потому что какой-то был запах слишком горелого ну что есть то есть и поставила вторую партию на точно такой же режим на такую же высоту вот только единственная поставила уже на 60 минут но по истечению 50 минут достану посмотрю потому что здесь по количеству меньше накладывала я думаю что наверное 50 минут хватит достала вторую партию куличей но в этих ключах низ не подгорел это сто процентов все их проверила пропеклись и нехорошо единственное от какой-то верх румяна получается не знаю почему может из-за того что я на второе деление снизу ставлю может надо совсем на не ставить так что моя печечка прошла испытание я очень ей довольна с газовой духовкой это но никак не сравнится вот поэтому буду ей пользоваться можно смело запекать если она куличи так хорошо выпекает то значит все остальное никакого труда абсолютно не составит в ней печь но еще на очереди у меня хлеб вот еще протестирую хлебом а так все меня устроило в ней не удержалась я чтобы не посмотреть что у меня получилось сняла формочку бумажную вот принципе подгорела на вот только с этой стороны и то этого вот это вот самая большая которая была сырая вот так вот внизу но еще терпимо те булочки 3 которые первые были они такие не будут потому что они мекусенькие она сразу видно что они не не подгорели как вот это вот большая разрезала я смотрите она еще горяченькая конечно ей бы остыть но очень хочется попробовать посмотрите какая пористая мягенькая мягенькая прям вот смотрите вся такая на дырочках обалдеть очень пахучие тесто кардамончиком пахнет мускатным орехом сейчас попробую как она получилась по сладости супер и вы знаете килограмм сахара это немного булка был обалденительная но только и надо остыть на еще горячая она остынет будет еще вкуснее честно немножко такая как гливкая но это влажное тесто само по себе вот кому нравится вот такие вот влажные булки то вот этот рецепт именно такой все приятного аппетита и всего доброго